Вова в армию идет, и родню с собой ведет. Привезти с собой всю семью в армию, как это сделал Вова Сидоров, в известном мультфильме нельзя, да и нет в этом необходимости. Эту школу жизни нужно пройти самому. В армии закаляется характер и умение преодолевать определенные трудности. Именно про это и рассказывают будущим призывникам. Вот как показывает практика для нашей национальности, этих трудностей не бывает. Они все достойно проходят эту службу. Многие приходят уже в должность и в звании сержантов. Поэтому в дальнейшем уже могут они поступить и на альтернативную службу. Мы их хотим тоже самое подготовить. Хорошая служба в армии определяет будущее. Призывники из нашей республики будут служить в воздушно-десантных, сухопутных, в железнодорожных войсках, в военно-воздушных силах и в нацпладе. И, словом, выборы у них разнообразны. Рабочих мест очень мало. Оставаться на контракте ребятам призывного возраста. Поступать в место, где они проходят срочную службу, им поступать легче. Их берут, чем процентным отношением больше берут в военные академии, военные училища, и прочие военные заведения. Значит, оставаться на контракте, служить добросовестно. Места, где наши ребята мы отправляем, вообще благоприятные, центральная Россия. Каждый призывник должен осознавать и понимать, что в войсках нужны военнослужащие, которые имели бы, первое, это какую-нибудь военно-учетную специальность, то есть, или родственную военно-учетную специальность, которая в дальнейшем, допустим, им пригодилась бы при прохождении военной службы. Также любой командир, он не хочет брать к себе солдата, который будет неграмотным. То есть, образование необходимо, чтобы юноши получали и стремились к тому, чтобы не после девятого класса или до девятого класса уйти. Встреча с будущими призывниками проходит на мемориале памяти и славы. Именно здесь сосредоточена вся история ингурского народа. На плитах высочены имена ингушей, героически защищавших свою страну. Глядя на эти фамилии, написанные золотом по мрамору, учащийся в гимназии Карбулака, Ибрагим Зарахов выразил уверенность, что он точно будет служить в рядах Вооруженных сил России. После окончания школы я хочу поступить в медицинский урс, окончить его, стать стоматологом. Ну, конечно же, я считаю, что каждый мужчина должен пройти армию, потому что служить это обязательно. Мы будем защищать свою родину. Может прийти момент, когда надо будет защищать свою родину, и обязательно надо пройти армию. Это лично мое мнение. Сегодня нам объяснили, что такое армия, что происходило во время, например, во время Второй мировой войны, во время Кавказской войны. И нам это все понравилось, стало интересно. И что-то захотелось служить в армии. Самое главное, как отмечают собравшиеся, что в армии ты представляешь лицо своего народа, и любой, пусть даже самый незначительный поступок, может испортить представление о твоей нации. С каждым годом желающих служить в армии становится все больше. И это понятно, ведь мужчина должен не только посадить дерево, вырастить сына, но и пройти все азы армейской жизни. Но я напоминаю, что первая группа призывников из Ингушетии отправляется уже завтра. Рина Цычоева, Адам Далаков, Новости 24.